Итоги уходящего вторника Что нас объединяет Тревожный голос на конце провода Белорусы отдали мошенникам больше миллиона долларов Немедленно положить трубку Сообщить о звонке любому родственнику или соседям Как не пополнить чужие счета Аттракционы по 2 рубля Парк культуры и отдыха проводит акцию Ко дню защиты детей От всех жителей города Бобруйска И гостей требуется только хорошее настроение Где еще развернется праздник А также информационная борьба Старая кредитка И нерыбный месяц В стране действует запрет на лов сума Сколько заплатят браконьеры Угрозой 21 века Президент провел совещание по вопросам информационной политики Александр Лукашенко акцентировал Необходимо обсудить дальнейшую стратегию Противодействия современным угрозам В сфере национальной безопасности Крайне важно выработать механизмы борьбы И контрмеры в медиапространстве Белорусский лидер отметил Почти треть века Мы строим свое государство И постоянно подвергаемся Идеологическому, информационному, военному И психологическому давлению Надо понимать, что люди, которые следят за новостями Не всегда в состоянии отделить правду от лжи Когда не являешься реальным участником событий И получаешь огромное количество информации В виде вранья и фейков Действительно трудно правду от лжи отделить На Западе политику, в принципе, давно превратили в постановочное кино, шоу Людей приучили к такому формату подачи информации Поэтому, правда, порой неинтересно Интереснее фейк, шоу, потому что красиво Также глава государства наградил сотрудников Комитета госбезопасности Участвовавших в спецоперации на территории Украины По освобождению белорусских дальнобойщиков Которых удерживали насильно Машины и грузы были захвачены А люди оказались на грани жизни и смерти Бобруйская делегация во главе с Александром Студневым Посетила Нарофоминск Поводом стало празднование Дня города Партнеры сотрудничают в самых разных сферах От экономики до культуры Наши творческие коллективы Всегда желанные гости на российской земле С места событий Максим Кембель Ни тысячи километров, ни границы, настоящей дружбе, ни помеха Яркий тому пример Бобруйская Нарофоминск Попротивы сотрудничают в разных сферах Творческие коллективы Бобруйска уже не первый год радуют своими номерами российского зрителя 2022-й не исключение Театр песни Шинанай и фольк-шоу-балет Альянс в этот раз на главной концертной площадке Нарофоминска Попротивство это не только о культуре Бизнес, промышленность, сельское хозяйство, торговля у партнеров, большой портфель совместных проектов Доверительные и теплые взаимоотношения между руководителями города Также способствуют еще большей кооперации Поэтому этот праздничный день мэр Бобруйска не может пропустить Александр Студнев лично приезжает, чтобы поздравить Нарофоминцев Наши дружеские отношения заложены еще в 2006 году И на самом деле с каждым годом они только укрепляются И каждый год приезжая мы видим, как город преображается Появляются новые улицы, появляются новые социальные объекты На официальном приеме главы городского округа не обходится без подписания новых соглашений Так Нарофоминск и Московский район Сокольники теперь побратимы К слову, оба имеют соответствующие договоры и с Бобруйском Я хотел передать большой привет бобручанам Это наши самые любимые гости Мы очень любим с ответным визитом сюда приезжать в город Бобруйск В обручание настоящие, открытые, добрые, гостеприимные, трудолюбивые люди Всем привет, мы с вами В программе официального визита Бобруйской делегации Посещение знаковых мест Нарофоминска, которые связаны с Великой Отечественной В те страшные годы русские и белорусы потеряли миллионы своих людей Сохранить память о каждом герое – наша священная обязанность Цветы к вечному огню и могиле неизвестного солдата у Никольского храма возлагает и Александр Студнев Двухдневный официальный визит подходит к концу Руководство сверяет часы, а творческие коллективы в очередной раз покоряют своим мастерством Нарофоминцев Новые пути развития сотрудничества, пожалуй, главный итог встречи в Обратимов Уже совсем скоро друзья встретятся вновь, но на белорусской земле Делегация Нарофоминска примет участие в праздновании дня города Бобруйска Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 От искры до пепелища накануне на Кутузова горел дом Сообщение спасателям поступило около полудня К моменту прибытия МЧС выходил дым из-под кровли здания Хозяев на месте не было, в результате пожара повреждено имущество Закопченные стены и потолок, пострадавших нет Специалисты одной из версий рассматривают нарушение правил эксплуатации электросети и оборудования Не используйте неисправный либо поврежденный элемент электропроводки Не перегружайте сеть, не пользуйтесь кустовыми обогревателями, удлинителями И помните, что уходя из дома, важно выключить все электроприборы из сети Среди самых частых причин пожаров неосторожное обращение с огнем Непотушенная сигарета, пал травы В 90% случаев ЧП можно предсказать и даже предотвратить С начала года в Бобруйске и районе произошло порядка 80 возгораний Пламя унесло 17 жизней В масштабах всей страны больше 300 человек, среди них трое детей Единая база, подоходный налог и обновленный тариф Июнь принес жизнь белорусов в список изменений, о чем стоит помнить Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси возятся новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество Кроме того, отменяется разделение на так называемые летние и зимние тарифы Для тех, у кого дома стоят газовые котлы Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты начала окончания отопительного периода Минздрав запустит единую базу вакцинированных от коронавируса В ней будут содержаться паспортные данные, гражданство и номер телефона А также вся информация о прививках, от даты до названия препарата К ней подключат все поликлиники После синхронизируют сведения с приложением «Путешествую без COVID-19» Физлицы не позднее 1 июня должны оплатить подоходный налог за 2021 Это можно сделать в любом отделении банка На почте через инфокиоск Либо интернет-банкинг Размер штрафа 15% от неуплаченной суммы Но не менее 16 рублей Беларусьбанк продлит срок действия некоторых платежных карт Это касается тех кредиток, которые перестали бы работать в период с 31 мая до конца декабря Теперь ими можно будет дополнительно пользоваться еще два года В стране установлен запрет на ловлю сома В большинстве регионов ограничения будут действовать до 1 июля Если рыба все-таки попалась на крючок, ее нужно отпустить Штраф до 1600 рублей Возможно, также конфискация спиннингов В случае, если ущерб превысит 3200 рублей Встанет вопрос о возбуждении уголовного дела До последней копейки белорусы отдали мошенникам больше миллиона долларов С середины марта как минимум 3 потерпевших каждый день Чаще всего на уловки попадаются люди пожилого возраста Злоумышленники представляются родственниками Имитируют плач и растерянность Другой вариант – звонят от имени сотрудников СК и сообщают, что кто-то из близких попал в аварию Помочь в опросе предлагают за деньги В Бавруйске жертвами стали уже 5 человек У них выманили от 2 до 8 тысяч долларов Хотел бы посоветовать довести данную информацию до всех своих пожилых и престарелых родственников А при осуществлении аналогичных звонков немедленно положить трубку Сообщить о звонке любому родственнику или соседям И в случае невозможности дозвониться до них Сообщить о звонке в милицию по телефону 102 Чаще всего звонят из-за рубежа Установить преступников проблематично Хотя правоохранители и взаимодействуют с зарубежными коллегами А курьеры – уже белорусы, которые находят такую подработку в телеграм-каналах Им грозит до 7 лет лишения свободы Счет уголовных дел идет на сотни Пусть сказка не кончается Бавруйск готовится отметить День защиты детей Парк культуры и отдыха 1 июня проведет специальную акцию Для ребят до 18 на аттракционы одна цена – 2 рубля Исключение – сальто, тарелка, тир и все виды проката В 12 часов здесь начнется концерт, а уже в 14 – развлекательная игровая программа В 15.00 малышей ждет дискотека От всех жителей города Бавруйска и гостей требуется только хорошее настроение Чтобы провести хорошо время у нас Приглашаем всех Праздник развернется и на других площадках города С 10 до 12 часов возле центра доп. образования будут работать интерактивные зоны Свою программу подготовят сотрудники МЧС, ГАИ, Горгаза и Скорой Музыкальное шоу тоже в планах В это же время планета лето будет радовать гостей в молодежном парке Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok